Донецкая политехника Это стало новым шагом в многолетнем сотрудничестве Донецкого национального технического университета с Магдебурским техническим университетом имени Отто фон Герике. В 1998 году на базе университета открыто дочернее предприятие Инженерно-технический центр «Сименс Украина», кадровый состав которого полностью формировался из выпускников немецкого технического факультета. Со временем факультет стал базой проведения традиционных международных научных форумов. Много лет факультет успешно сотрудничал с Международной организацией академических обменов ДЭАД различными компаниями и фирмами. На базе факультета был открыт учебно-инженерный центр компании ДТЭК. Лаборатории научно-технического факультета оснащены современным оборудованием, не имеющих аналогов на постсоветском пространстве. Так, с 2017 года на базе факультета действует современная установка «Смарт Грид» «Умная электрика». Это модель энергосистемы будущего. Спустя год после образования немецкого технического факультета в 1993 году был основан французский технический факультет, на котором студенты различных направлений подготовки продолжали обучение на французском языке. На базе факультета работал учебный центр, где каждый желающий мог изучать язык. Университет является членом международной организации франкофондных вузов. А декан факультета Сергей Геннадьевич Клягин был удостоен высокой награды Франции. Английский технический факультет готовит специалистов из числа иностранных студентов, обучающихся в Дон-НТУ, в основном из дружественных стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Наряду с немецким, французским и английским техническими факультетами особое развитие получило польское и чешское направления. Преподаватели из этих стран часто работали в Дон-НТУ, ну а студенты Донецкой политехники ежегодно проходили стажировки в вузах Польши и Чехии. В 2001 году начал свою работу Польский технический факультет. Сначала как отделение, а через пять лет получил статус факультета. Чешское отделение получило свое начало на основании дружественных многолетних связей с Островским техническим университетом. Обучаясь практически на любом направлении подготовки, студент Донецкой политехники мог, начиная со второго курса, продолжить свое обучение на немецком, французском, польском или чешском языках, что весомо повышало их конкурентоспособность на современном рынке труда. За последние два года из-за военного конфликта международное сотрудничество в Дон-НТУ из реального, увы, превратилось в виртуальное. Но этим летом все началось меняться к лучшему. По приглашению руководителя отдела международного сотрудничества Сергея Джуры в Дон-НТУ приехал преподаватель из Испании Мигель Пуэртас. Последние девять лет Мигель работал в Литве. Преподавал экономические дисциплины в Кауновском университете. Из-за политических гонений вынужден был покинуть Литву. Скажите, после политических гонений в Литве вы не побоялись приехать в республику, где идет война? Конечно, не боялся. Я потомственный антифашист. Мой отец и дед воевали с фашизмом. Я знаю, что такое фашизм. Живя в Литве, я ощутил на себе тоталитарный режим страны, которая находится в центре Европы. Как такое возможно? Здесь, в Донецке, я снимаю видео с комментариями о реально происходящем в ДНР. Я имею сотни подписчиков в интернете. Это студенты и преподаватели из разных стран Европы. Я рассказываю им правду о том, что здесь происходит. Скажите, как вас принял коллектив университета? Меня приняли очень тепло и радушно. Со всеми преподавателями я очень хорошо общаюсь. Но для меня на первом месте студенты. Отношения с ними я хочу, чтобы им было интересно. В первую очередь студенты, а потом институт. На факультете экономики и менеджмента Мигель читает лекции по некоторым курсам экономических дисциплин. За неполный месяц работы Мигель Пуэртос обрел популярность среди студентов. Эти лекции невероятно интересны, потому что у человека есть богатый опыт преподавания. Он рассказывает весь теоретический материал, дополняя его реальными примерами интересными. Мне чувствуется, что он дока в этой теме. Я сама приехала с Йемена. У меня родной язык арабский, английский и русский. Все было очень интересно. И очень интересно ходить на его лекции. Очень много информации, нового узнаем. Мигель Пуэртос – первый преподаватель иностранец, который приехал в ДНР. За месяц работы он не только влился в дружный преподавательский коллектив Дон-НТУ, но и стал настоящим патриотом ДНР. На сегодняшний день Мигель Пуэртос совместно с руководством Института международного сотрудничества Дон-НТУ работает над реализацией своих основных проектов. Один из них – курсы испанского языка для всех желающих на базе Института последипломного образования с последующим открытием Испанского технического факультета. Более-то у нас очередь стоит. Француз хочет к нам на работу, просится. Один россиянин. И вот мы, я думаю, за Мигелем сразу пойдет это вот… То есть на него все смотрят, как у него получится и получится у нашего университета. А, судя по всему, оно все получается. Также в ближайших планах – открытие Центра испанской культуры Сервантеса на базе научно-технической библиотеки Дон-НТУ. А для студентов будет организован летний университет под девизом «критическое мышление», которого сейчас, увы, так не хватает молодежи. В этот университет уже подали заявки пять преподавателей из США и стран Европы. Ну что ж, надеемся, что Мигель Пуэрто станет первой ласточкой и международные отношения в Дон-НТУ обретет былые, славные традиции. До свидания. До встречи. С вами была программа «Донецкий политехник» и я ее ведущий Артем Серобян. До следующей субботы. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!